У нас, учителей, зависит, какими вырастут наши дети, граждане Великой России. Я горжусь успехами своей страны, и мне не безразлично её будущее. Я люблю Якутию. Я россиянин. И я голосую за своего президента. В эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Послание президента России в разборе главы Якутии Егор Борисов в прямом эфире НВК ответил на вопросы телезрителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Якутске официально распахнул свои двери республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Событие по-настоящему долгожданное. Строительство было начато еще в 2014 году. До сих пор семьям приходилось ездить в центр Сувак в Нерингле или за пределы республики. Теперь же современный, оснащенный высокотехнологичным оборудованием центр доступен в столице. На открытие побывала и наша съемочная группа. Репортаж с Рогланы Захаровой. Первые воспитанники реабилитационного центра уже завершили сезон. Прогресс налицо, говорят сотрудники. На подходе новая группа из 50 детей. У нас более 500 детей по городу Якутску состоят в очереди. И вот из этих мы на этот раз опять попросили детей от 4 до 7 лет с нарушениями задержкой психоречивого развития. Пока вот так. Оборудование будет, тогда начнем приглашать детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями слуха, а потом нарушениями зрения. Часть оборудования поступила и уже запущены. Сенсорные комнаты, кабинеты лечебной физкультуры, классы для занятий по особым методикам. К слову о последних. Кабинет с необычным названием «Сова-няня» обставили накануне официального открытия центра. В игровой форме специалисты помогают ребенку избавиться от страхов перед общением с другими людьми. Одеяло-утяжелители. Все это используем в игровой форме. Например, ребенок лежит и сверху можно вот этой одеялой накрыть, чтобы успокоился, чтобы телесный контакт с другим предметом, чтобы им было как-то спокойнее. Только сегодня сотрудники получили 35 коробок с новым оборудованием. Это лишь верхушка айсберга. Каждый из аппаратов требует особой подготовки от специалистов. Сегодня работники центра проходят мастер-классы и повышение квалификации прямо на местах. В этом вопросе ожидается поддержка от федерального центра. В рамках программы «Доступная среда» в 2019-2020 годах планируется субсидировать субъекты, чтобы помогать им оснащать реабилитационные центры. В том числе там будет мероприятие, посвященное подготовке кадров. Мы будем готовы оплачивать, софинансировать обучение специалистов в ведущих отечественных центрах. Когда технику доставят и установят, то центр заработает на полную мощность. А это 150 мест дневного пребывания и 100 койкомест с круглосуточным стационарным лечением. В год он сможет принимать до 3,5 тысяч детей. Это полностью закроет потребность республики в реабилитационной помощи. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, Якутск. Тем временем первый ребенок появился на свет в новом перинатальном центре Якутска. О том, как прошли роды первопациентки, о состоянии малыша, рассказывает Кристина Якупова. В сегодняшний день можно официально считать началом работы Республиканского перинатального центра. Анастасия Харитонова, первая пациентка, родила второго ребенка. Мальчика в 12 часов 15 минут. Весом 3 килограмма 490 грамм и ростом 54 сантиметра. Имя мальчику еще не дали. Родители тщательно думают. Прошло все довольно-таки нормально, быстро. Все в порядке. Главное, с ребеночком все хорошо. В этом роддоме условия, конечно же, лучше. Персонал очень дружелюбный. Мамочку с малышом поселили в одноместную палату, где есть все удобства. Роды прошли без осложнений. В настоящее время мама с ребенком находятся в послеродовом отделении. В палате мать и дитя чувствуют себя удовлетворительно. Республиканский перинатальный центр рассчитан на 130 коек, а поликлиника на 200 посещений в день. Благодаря новому высокотехнологичному оборудованию врачи смогут выхаживать недоношенных детей, чей вес еле дотягивает до 500 граммов. Добавим, что официально открытие перинатального центра состоится уже в этот четверг, 15 марта. Кристина Якупова, Григорий Охлопков, Якутск. Какие цели станут первоочередными для Якутии в связи с новым посланием президента страны? На эти и другие вопросы жителей республики ответил Егор Борисов в прямом эфире на канале НВК Саха. Глава региона подчеркнул, многие инициативы, которые внедряются в республики, были отражены в послании Владимира Путина. Это дает уверенность в том, что мы двигаемся в правильном направлении, добавил глава Якутии. Цитата. «Прежде всего, важность благополучия каждого россиянина», — сказал руководитель региона. Егор Борисов затронул вопрос строительства дорог. Для этого из федерального бюджета предусмотрены 90 миллиардов рублей. Уже завершается асфальтирование дорог до Алдана. Владимир Путин в своем послании подчеркнул о том, что в каждом небольшом населенном пункте страны «Медицинская помощь должна быть доступной. Для этого мы будем и дальше строить фельдшерско-акушерский пункт», — отметил глава. В Якутии внедряется проект «Кадры в промышленность». Руководство региона подписало договор с крупными промышленными компаниями, такими как Колмар, Сургутнефтегаз, Транснефтегаз и многими другими. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты очередного опроса жителей страны. На вопрос, если выборы пройдут в ближайшее воскресенье, за кого вы проголосуете? 69% россиян ответили, что за действующего главу государства Владимира Путина. Павла Грудинина готовы поддержать 7%, Владимира Жириновского — 5%, Ксению Собчак — 2%, Григория Явлинского и Сергея Бабурина — по 1% россиян, а Бориса Титова и Максима Сурайкина — менее 1% на каждого. При этом, согласно прогнозу, явка на выборы ожидается в районе 65%. В телефонном опросе в ЦОМ, который был проведен с 1 по 9 марта, приняли участие 4000 человек в возрасте от 18 лет. Мнение людей относительно того, будут ли эти выборы честными, будут ли они отражать волю народа или нет. 78% опрошенных полагают, что даже если незначительные нарушения возможны, но результат будет честным, он будет отражать волю населения. И по второму вопросу, 81% опрошенных полагают, что результаты выборов 18 марта будут отражать мнение всего общества в целом или большинства общества. Только 10% полагают, что они будут отражать мнение меньшинства или небольшой группы лиц. Сегодня Центральная избирательная комиссия завершила прием заявления о голосовании по месту пребывания. Это был последний день, когда избиратели могли подать в любом избиркоме, в многофункциональном центре или на портале госуслуг заявление о голосовании на выборах президента страны по месту пребывания, а не по месту регистрации. Ранее в ЦИК сообщили, что количество поданных заявлений приблизилось к 3 миллионам. Сегодня, как и сказано, последний день, и потом уже заявление можно подать будет только участковой избирательной комиссии по месту регистрации избирателя. Тем временем наблюдатели предстоящих выборов президента страны готовы к работе. Так, на территории Якутии на выборах президента Российской Федерации будут работать более 1 тысячи общественных наблюдателей от Общественной палаты Республики Саха-Якутия и Общественной палаты Российской Федерации. Все они прошли специальное обучение в корпусе наблюдателей за чистые выборы в Якутском региональном отделении Ассоциации юристов России с января месяца текущего года. Главная цель наблюдателей – это проведение честного и справедливого процесса выборов в соответствии со стандартами, правилами и законодательством. Наблюдатель наделен целым рядом прав во время голосования. Он вправе указывать на нарушения в письменном виде, составлять протоколы о результатах выборов, фиксировать происходящее на фото или видео. Наша задача сегодня – подвести итоги, финальная встреча, услышать в первую очередь мнение ребят, услышать их вопросы, закрепить материал, поделиться в том числе и своим опытом. Я могу, как человек, который прошел не раз выборы федеральные, муниципальные, региональные в качестве и наблюдателей, и членов участковой избирательной комиссии, и справа решающего голоса, и совещательного голоса. Поэтому рассказать ребятам, что им предстоит, поделиться собственным опытом. В Мирненском районе во время голосования будут работать 34 избирательных участка. Здесь в течение недели члены УИК изучали нововведения в предстоящих выборах главы государства. Подробности в материале Иваны Филипповой. Члены территориальной избирательной комиссии уже не первый раз проводят подобные учения. Главные слушатели – председатели участковых избирательных комиссий. На совещании основной вопрос – подготовка к предстоящим президентским выборам. Говорили о новом порядке голосования. Если ранее выдавали открепительные удостоверения, теперь их нет. А значит, и досрочного голосования не будет. Граждане заранее могут подать заявление о включении в список на избирательный участок по месту нахождения. На сегодня по Мирненскому району более 1600 человек воспользовались такой возможностью. Напомним, документы принимают территориальные участковые избирательные комиссии и многофункциональные центры. Однако сменить место голосования можно будет только до 12 марта. А вот с 13 числа можно будет подать заявление, так называемое уже спецзаявление. И оно отличается тем, что его можно только подать по месту своей регистрации. Только на своем избирательном участке. То есть там, где избиратель находится в списках избирателей. С 25 февраля работу начали избирательные участки. Каждый из них оборудован камерами наблюдения. Для посетителей подготовили информационные стенды, где можно узнать данные о кандидатах и о самом голосовании. Всего в день выборов в Мирненском районе будет работать 34 избирательных участка. Дополнительно создан временный участок в Тасюряхе. На территории Мирненского района сформирована временная участковая избирательная комиссия номер 808. Она специально создана для избирателей среднего бытовинского нефтегазоконденсатного месторождения. Примерно от Мирного 230 километров находится. Там сейчас около 2500 избирателей. Члены территориальной избирательной комиссии планируют провести подобную встречу еще раз. Уже в последней, перед главными выборами страны. Ивана Филиппова, Антон Каханский, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Но сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее в выпуске информационной программы «Якутия-24». Крупные ДТП в Алдане. Столкнулись автобус, грузовик, погрузчик и легковые авто. Водители возлагают ответственность на городские хозяйственные службы. Массовые гуляния в Нерюнгре. На юге Якутии встречают весну. В программе игры и забава, а также душистый чай. Хоккеисты из Якутска, Нерюнгре и Мирного на льду турнира «Золотая шайба». Первая победа команды «Алмаз-Алроса». В эфире «Якутия-24» и мы продолжаем наш выпуск. Всемирное антидопинговое агентство обсудит вопрос восстановления в правах российского антидопингового агентства на симпозиуме в конце марта. Президент Крейг Риди и генеральный директор Альевен Нигли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе с министром спорта, с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии агентству России Всемирному антидопинговому кодексу, говорится на сайте ВАДА. Напомним, что в ноябре 2015 года российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим требованием. А в ноябре 2017 года было принято решение продлить статус РУСАДа в качестве организации, несоответствующей Международному кодексу. Сразу три аварии за один день в Алдане. Несколько автомобилей попали в ДТП по цепной реакции. В причине массового столкновения разбирался Руслан Павлов. Сразу пять транспортных средств столкнулись сегодня в середине дня на улице Космачева в Алдане. Дорога в виде корыта не дала сначала разъехаться легковушке и погрузчику, затем пошло по цепочке. Ехали по главной и навстречку выехал, получается, погрузчик. И все, я в сторону, как-то еще вправо в сугроб успела. И все, ДТП. Страшно было? Конечно, страшно. А вы были на переднем сидении? Я впереди сидела, да. На вашу сторону, да, пришлось? Пришлось на мою сторону, она просто затормозить вовремя успела как-то свернуть. Так бы ничего хорошего бы это не закончилось. А погрузчик чистил? Погрузчик нет, он ехал, получается, и как-то он развернулся, так интересно. И все, его на меня потащило. Растощить вереницу транспортных средств удалось не сразу. Образовался затор. Пассажирскому предприятию пришлось подставлять еще один автобусный маршрут для того, чтобы не задерживать пассажиров, которые пешком преодолевали пробку и пересаживались в другой автобус. Опять все. Наши коммунальные службы, которые отвечают за чистку дорог, опять происходит плохо. Свою работу не выполняют. Заужение дороги много раз говорилось о том, что разделите вы этот тендер на многие части, отдайте предпринимателям, за те же самые деньги будет дорога гораздо лучше. Потепление дало о себе знать. Снег, который не успевали чистить, превратился в лед, и ситуация на дорогах города обострилась. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Сегодня, 12 марта, в России работники уголовно-исполнительной системы отмечают профессиональный праздник. На рабочем месте сотрудников отдела охраны службы исполнения наказаний побывала Сарглана Федорова. В лечебно-исправительном учреждении номер 5 под контролем каждый метр. Утром перед началом смены обязательный медосмотр, диагностика здоровья на метафорических картах – неотъемлемая часть работы. Метафорическая ассоциативная карта мы используем в качестве диагностического материала, мы выявляем актуальное состояние. То есть это настроение, работоспособность, стрессоустойчивость, тревожность и так далее. Главный козырь отдела охраны перед буйными заключёнными – надёжное ограждение, полностью исключающее побег. Не за что удержаться и зацепиться. Мы находимся на периметре охраняемого объекта. Переди нас находится ограждение из рог листа высотой 6 метров и противопограждение – козырёк в виде бочка. Роняй смирно. В момент получения приказа до смены доклад начальника караулы. Перед тем, как заступить на пост, караульные заряжают оружие в специально отведённом месте. Здесь случайный выстрел исключён. Отрабатываются непосредственно действия часового на наблюдательной вышке при преодолении осужденными внутренних запретных зон. Также городок оборудован плакатами, местом заряжания, разряжания оружия и КПП по пропуску людей. Приняв пост на наблюдательной вышке, караульный становится часовым. И так, днём и ночью, без выходных и праздничных дней, сотрудники несут службу по охране веренного объекта. Каждые 12 часов. Задача службы охраны – не только стоять на вышках с автоматами наперевес. Два года назад для заключённых построили новую столовую. А в 2017-м отремонтировали общежитие. Сотрудники исполнительной системы помогают и в трудоустройстве. Всё для того, чтобы заключённые в будущем полноценно вернулись в общество. Саргалана Фёдорова, Павел Пахомов, Якутск. Задолженность потребителей газа в Якутии составляет 2 миллиарда рублей. Это сумма частных пользователей предприятий. Инспекторы компании «Сахатранснефтегаз» посетили частные дома на Ахатанумирягском шоссе в Якутске, в частности, переулок Светлый. Газовики проверили счётчики. Техническое состояние оборудования напомнили гражданам о своевременной оплате. А задолжникам вручили уведомления. Отметим, что «Сахатранснефтегаз» до конца месяца проводит акцию «Прощённые дни». 500 с лишним миллионов рублей – это наши потребители промышленные предприятия, малый бизнес и население. Из них, из 500 миллионов задолженностей, 225 миллионов – это задолженность населения. Основная доля, которая составляет задолженность, от 2 до 11 месяцев до 1 года. Поэтому мы объявляем такие прощённые дни. Суть прощённых дней в том, что в случае, если задолжник погасит всю свою задолженность полностью, тогда пени снимаются полностью. Мирнинские районы больницы открыли детский стоматологический кабинет с новым оборудованием. Это стало возможным благодаря реализации муниципальной программы «Мирнинский район. Доброжелательный к детям» при софинансировании компании «Алроса». На закупку двух стоматологических установок было выделено порядка 1 миллиона рублей. Детский стоматологический кабинет в районной больнице работает порядка 30 лет. В последний раз медицинское оснащение кабинета обновляли в 2011 году. Сегодняшнее событие стало большой радостью для маленьких клиентов и родителей, так как именно по их обращениям удалось заменить устаревшее оборудование. Оборудование у нас всегда было не то, что и всегда получали новое, но просто у нас было китайского производства, а это оборудование более качественное, более современное, и под дизайну, и по рабочему качеству. Работает все турбинка, микромотор у нас работает, слюноотсосы работают. Дети здесь лечатся от рождения у нас, начинается с месяца, медосмотр проходит. И лечится до 18 лет. Работа с документами по личному составу, бюрократии или жизненной необходимости, их состояние зачастую оставляет желать лучшего. Алданские архивариусы ведут работу с руководителями предприятий, рассказывая на семинарах о правилах делопроизводства и комплектования. Но требования выполняют не все должностные лица. Тему продолжат наши алданские коллеги. У сотрудниц Алданского муниципального архива работы много. С запросов от граждан о стаже и заработной плате поступает бесчетное количество. Соответствующие сведения на каждого работника должны быть в архивных фондах предприятий. Выполнить подобный запрос несложно, но при условии, что документы по личному составу той или иной организации в архиве имеются. Такой вид документа, он как заброшен, не скажешь, конечно, что это дело заброшенное, но порядка нет, потому что все, в конце концов, документ создался в организации, в конце концов, он все равно попадет в архив. А принять его мы сможем, или не мы, или национальный архив, только в упорядоченном состоянии, только согласно правилам. Так его никто не примет. В мешках привезут или в связках его никто не примет. Специалисты Алданского архива, который по объемам имеющейся информации является пятым в Якутии, ведут масштабную работу с руководителями. Вопросом упорядочения документов по личному составу был посвящен последний семинар. Архивисты рассказали руководителям предприятий о правилах дела производства и комплектовании информации, которая помещается в архив. Нужно освещать более подробно данные вопросы, и чтобы люди были специалисты в курсе событий. На семинаре по архивному делу присутствовали несколько десятков человек. Это архивариусы отраслевых архивов и кадровые работники, понимающие важность документальной информации. Однако выполнять требования по сбору и учету информации считают нужным далеко не все должностные лица. Это затратно. Это надо освобождать людей, которые бы вели эту работу. Не понимают важности. Вот знаете как, директор же начинается с введения документов. Официальные документы, по которым прослеживается работа организации в целом и деятельность каждого сотрудника, спустя годы могут стать бесценными. Однако, чтобы взять информацию из архива, нужно сначала ее туда поместить. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Нюрнгринцы отпраздновали приход весны и устроили незабываемые народные гуляния в знаке наступления. Что подготовили для жителей Южной Якутии организаторы, рассказывает Екатерина Павлова. Площадка празднования встречи весны развернулась под открытым южно-якутским небом. Фольклорный праздник со своей яркой радостной атмосферой собрал немало гостей. Мы решили в начале марта устроить праздник, что-то вроде Дня здоровья, вроде Масленицы. Идея собрать людей, всеми весело отдохнуть, порадоваться природе, поиграть в старые русские игры. Русский народ смеется, пляшет и поет. Конечно, ведь провожают зиму и встречают долгожданную весну. Зима, прощай! Весна, здравствуй! Гостей праздника ждали игры и забавы русского народа. Множество конкурсов и викторин, а под завершение зажжен огромный костер, как символ прощания зимой. Несколько чудесных друзей организовали этот праздник для всех любителей активного отдыха, которые всегда постоянно что-нибудь организовывают. Очень замечательно. Мы все сегодня в русских нарядах и празднуем приход весны. Нерюнгринцы радостно кружились в хороводах, фотографировались в красочных нарядах и завоевывали медали в спортивных состязаниях. После награждения приятными призами они с удовольствием кушали пирожки и пили душистый чай. А танцы в исполнении белых медведей зажгли всех. Если судить по горящим глазам гостей, то праздник удался. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгре. В Якутске победой хоккеистов из города Мирного завершился первый круг первенства республики по хоккею с шайбой. Соревнования стартовали сегодня. Участие в турнире принимают шесть команд из городов Якутска, Мирный, Нерюнгре и поселка Серебряный Бор. Участники это дети 2008 и 2009 годов рождения. Якутск представляет целых три команды под общим названием «Полярные волки», состав которых отличается лишь возрастом юных спортсменов. За ходом соревнований следит наш корреспондент Александр Зубехин. Шайбу, шайбу, шайбу! Я пришел поболеть за свою любимую команду по хоккею. Здесь сегодняшнего дня по 15 марта состоится первенство по этому виду спорта. Вы также, как и я, можете прийти на ледовый дворец Элейбатур и абсолютно бесплатно поддержать свою команду по хоккею. Полярные волки из города Якутска в полной боевой готовности. Они еще не знают, что против них в команде города Мирного играют две милые, но смелые девушки. Вратарь под номером 40 и рядовой игрок Арина Винокурова под номером 29, которая желает стать великим хоккеистом. Во втором периоде ничья 5-5. Команда «Полярные волки» еще могут вырвать победу, но профессиональные действия Арины не дают шансов соперникам. Первую шайбу я забила, когда счет был 4-3, вторую шайбу я забила седьмую, и это была победная шайба, гол победный. Когда мы выиграли, все так обрадовались, и это получается первая победа, у нас мы раньше никуда так не выезжали, что большие города, все были рады. Игра была равненькая, не в одни ворота, но получилось в конце поднажать, прибавить, и ребята выиграли 7-5. Честно говоря, не ожидал, и не ждал, и не ожидал, как бы настраивались ребята на победу. Тренер команды «Полярные волки» знает, почему его хоккеисты проиграли. Не хватило технического мастерства, именно техники и немного физики. Да, там ребята, кстати, постарше были немного, по 8-й год в основном. Поэтому не хватило техники. Завтра первыми на лед выйдут команды из Якутска «Полярные волки-2008» и «Полярные волки-2009». До конца турнира каждая сборная встретится с друг с другом по одному разу. Победители определят по сумме набранных очков. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Илья Сыромятников, Якутск. Информационная программа «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам. Субтитры создавал DimaTorzok